Вторая тема, посвященная исследованию интероперабельности, это электронная среда взаимодействия. Электронная среда взаимодействия применяется в образовании. Это e-learning, e-learning, электронное и мобильное обучение в науке, e-science, e-data, к примеру, когда мы можем получить доступ ко всем данным сейсмической активности с любого датчика на Земле, подключенном к системе. В экономике, бизнес, коммерции, в государственном муниципальном управлении, это электронное правительство и других сферах деятельности. Интероперабельность определяется как способность системы взаимодействовать и функционировать с другими системами без каких-либо ограничений доступа. Предполагает определение процедур и правил, способствующих рациональной и эффективной реализации взаимодействия информационных систем в определенной области деятельности. К примеру, электронное правительство двух европейских стран должно взаимодействовать друг с другом без ограничений на техническом, организационном и законодательном уровнях. Электронный бизнес, бизнес-модель, в которой бизнес-процессы, обмен бизнес-информацией и коммерческие транзакции автоматизируются с помощью информационных систем. Покупка, учет, заявки, снабжение, все это автоматизируется. Значительная часть решений используют интернет-технологии для передачи данных и предоставления веб-сервисов, например, для заявок какой-либо продукции, на покупку какой-либо продукции. Также, e-business выступает целокумным понятием для большого количества информационных систем. Пример класса систем ERP, Enterprise Resource Planning, информационная система управления ресурсными предприятиями, включающие управление закупками, поставками, хранением, обеспечением производственных цепочек, учетом договоров и так далее. CRM, Customer Relationship Management, информационная система управления взаимодействием с клиентами. В простейшем случае это учет клиентов, в более сложном это система, которая хранит переписку и скану всех договоров. В идеале это система, которая предполагает автоматические заявки, автоматические расчеты с клиентами. Business Intelligence – это информационная система сбора, анализа и представления бизнес-информации. К примеру, есть множество филиалов у торговой компании. Топ-менеджер имеет возможность посмотреть интерактивную диаграмму, в которой он может выбрать тельные категории товаров, те или иные области деятельности предприятия, те или иные подразделения компании, и получить достаточно полную информацию, просто выбирая интерактивные элементы на интерактивной диаграмме. ESCM – Enterprise Content Management – Информационная система управления информацией и документами на предприятиях, в частности, включает в себя документы оборот, Human Resource Management – Информационная система управления персоналом, SCM – Supply Chain Management – Информационная система управления цепочками поставок. E-Learning – Система обучения при помощи информационных и электронных технологий, обучения с помощью интернета, мультимедии и т.д. Иногда отличают от M-Learning мобильное обучение. Основное отличие – использование мобильных устройств. Предполагает электронное обучение, самостоятельную работу с электронными материалами, получение консультаций, удаленного эксперта, создание распределенного сообщества пользователей, когда можно обсуждать ту или иную тему, своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов и стандарты спецификации на электронные учебные материалы, технологии и децентральные средства. Последнее очень важно. Это означает, что какой бы ни был материал, в любых системах он будет представляться одинаково и может быть использован любыми системами, которые поддержат этот стандарт. Также подразумевается формирование и повышение информационной культуры, освоение и популяризация инновационных педагогических технологий, передачи их преподавателям, возможность развивать учебные веб-ресурсы, возможность в любое время и в любом месте получить современные знания, для находящихся в любой доступной точке мира. То есть, живя где-нибудь на небольшом острове, имея планшет и подключение к интернету, вы можете осваивать самый современный курс Гарварда. Доступность высшего образования лицам с особенностями развития. Это достаточно актуально, так как люди с особенностями, студенты с особенностями различия, они имеют возможность лично присутствовать на занятиях. Преимущество – это свобода доступа, учащийся может заниматься практически в любом месте, снижение затрат на обучение, только на затрат на носитель информации, на возможность получить данную информацию и не уходит затраты на учебную методическую литературу, которую раньше надо было покупать. Гибкость обучения, продолжительность и последовательность изучения материала слушатель может выбирать сам, то есть есть возможность адаптировать курс, адаптировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Возможность развиваться в новокосновении, то есть имея сравнение разные курсы, можно выбрать более современные, потенциально равные возможности обучения, то есть в принципе есть планшет, интернет и все материалы доступны, так сказать. Возможность определять критерии оценки знаний этого электронного обучения Имеется возможность выставлять четкие критерии, по которым оценивается знание, полученное студентом в процессе обучения При всех недостатках тестов результаты будут не зависеть от мнения конкретного преподавателя